всем доброго времени суток доброе утро всем кто подключается уже на инстаграме кто подключился уже на фейсбуке конечно всем привет кто на нашем колхозном зуме если вы в полном шоке недоумения того куда вы попали вы попали на ежедневный урок по аллахе и точнее не просто палахе а это уже второй цикл за время пандемии мы учим книгу китсур шухана рук это издательство издание с дополнениями алтаре в но мы с вами изменили своей традиции не все это тоже не совсем не изменили традиции потому что мы такой фокус уже делали на хануку когда мы закончили одну главу и кому хануки перепрыгнули сразу на законы хануки то же самое мы сделали сейчас закон закон закончив на прошлой неделе главу посвященную тфилин десятый пирог мы перепрыгнули правильно вы догадались на законы праздника пуем аж на сто сороковую главу и всю сто сороковую главу мы с вами закончили на прошлом уроке потому что она очень короткая состоит из трех коротких параграфов которые говорит о которые говорят о тех дополнительных отрывках истории которые мы читаем в районе праздника пулем таких у нас четыре это шкалим мы прочли уже на прошлой неделе это захор который будем читать на этой неделе это красная корова которым читать будем после пулема и парша заходы же глава о благословении нового заповеди освещения месяца установление календаря будет читать в канун рожходыша нисан этот вопрос мы с вами обсудили и начали уже учить законы как такового пулема точнее конечно же мы начали это с того что месяц адар месяц знака рыбы которым я рассказывал потом у нас было там бурное обсуждение оффлайн точнее онлайн но не в эфире по поводу эмблемы старбакса месяц адар очень благоприятны для еврейского народа и поэтому не только мы говорим что когда начинается месяц адар мы увеличиваем в радости а это еще специальный месяц который настолько благоприятен еврейскому народу что если у вас есть какие-то тяжбы договоры что-то что вам нужно делать с другими народами то мы это дело стараемся все подогнать к месяцу адар не дай бог никому не нужно идти в суд но даже какой-то договор который нужно подписывать рекомен с дней время рекомендуется время месяц адар и не только сам пурим праздник пурим виноват в том что месяц адар такой классный для нас месяц и не только потому что это знак зодиака рыбы двух рыб имеется ввиду который очень благоприятен для евреев но это день когда пришел в этот мир и ушел из этого мира великий мой шарабейну седьмого адара поэтому это считается очень хороший месяц для еврейского народа ну а мы с вами продолжим напомним что книга рафгансфрида кицу шухана рух она чуть-чуть отличается от той предыдущей книги которую мы с вами учили потому как она не говорит только о законодательстве в ней есть также много таких мировоззренческих вопросов истории того или иного праздника который обсуждается это или какой-то мировоззренческая рекомендация по тому по поводу того или иного закона поэтому второй параграф законах который мы сейчас читаем это со сто сорок первая глава если вы хотите учить ли по тексту она называется законы мигилы но тут говорится не только о чтении мигилы которого мы конечно же сегодня уже коснемся но начинаем мы с небольшой предыстории так второй параграф я буду читать и переводить собрались евреи 13 числа месяца адар это за день до пурима для того чтобы защитить свои души отстоять свои души и отомстить своим врагам пурим был очень интересный праздник очень странное решение конечно это пурим это очень мистический праздник но если по простому смыслу рассказов свитки эстер то ахаширош каким-то непонятным образом не мог отменить свое постановление о том что дается разрешение уничтожать евреев а просто дал евреям право защищаться и даже это спонсировал какой-то степени короче устроил просто огромную резню но евреи в этом всем победили и перерезали кучу своих врагов действительно был очень кровопролитный праздник ну нечего было нас нападать как говорится да так вот 13 числа мы все собрались мстить своим врагам и конечно же мы не воюем потому что мы самые сильные или дальше всех плюем или самые умные я сегодня уже провел одну лекцию на курсе философии для религиозных девушек которые очень сложно было понять что есть что-то что не придумали евреи что-то что не происходит от евреев тот тот момент что я сказал что иудаизм это не самая древняя религия а это была крупная обида с их стороны так вот мы не победили наших врагов потому что мы самые крутые а мы победили у трихий потому что мы попросили милосердия всевышечник всевышний вояк на нашей стороне если вы думаете что мы побеждаем тогда когда у нас самые сильные оружия это очень важно но брака все равно нужно как говорится с благословением всевышнего всегда легче пахать Благословение — это как трактор. Можно, конечно же, вручную, но лучше с оборудованием, которое называется благословением. Так вот, нам нужно было просить милосердия у Всевышнего для того, чтобы победить в этой войне. И есть известная фишка, что когда евреи находятся в войне, мы постимся для того, чтобы Всевышний нам помог. Напомню, что пост, по крайней мере, в то время, это не как пост сегодня, когда мы постимся и думаем, какой же бутерброд мы будем кушать по окончанию поста. Нет, изначально пост предназначен был для, так сказать, духовного развития, абстракции, абстрагирования от материальных благ и задуматься о том, что вот о чём-то есть что-то великое. Мы сегодня, к сожалению, люди порабощены своими физиологическими потребностями, поэтому действительно надо честно сказать, я не знаю, как вы, но я думаю, что все согласятся, что мы постимся сегодня, потому что так надо, но не столь думаем о Великом во время этого поста, как я сказал, скорее думаем о бутерброде. Но когда евреи выходили на войну, постились, хотя оказалось, что это нелогично, именно для того, чтобы Всевышний нам помог. Это мучим ещё от нашего великого Моисея, учителя Моисея в благословенной памяти. Бьём, Шенилхам и Мамалеки Танаб. День, когда воевал с Амалеком, он постился. Тут, кстати, есть ещё, конечно же, определённый коннекшн, потому что, как вы знаете, Аман был в 20-м поколении потомком того Амалека, с которым воевал Муше. И у нас есть давний зуб с Амалеком, так что мы боремся с ним и по сегодняшний день. Правда, не на физическом уровне, потому что гораздо легче придумать, что какой-то там народ или какая-то партия не является Амалеком. Нет, сегодня Амалек — это понятие гораздо более духовное, чем, так сказать, этническое, и тем более не антропологическое, поэтому мы боремся своим собственным Амалеком, и для этого необходим был пост, как Муше постился в первой войне, которая у нас была с Амалеком. Когда мы выходили из Египта, точно так же еврейский народ постился в Персидской империи, когда, или в Вавилонской империи, хотя тогда это уже была Персидская, перед войной с врагами, с подвижниками Амана. Хотя Амана тогда уже не было. И поэтому мы должны решить, мы считаем, что скорее всего, тогда же во времена Мардыхая и Эстер постились 13-го Адара. Здесь очень важный момент. Я часто слышу, говорят, что пост Эстер, он называется пост Эстер, потому что Эстер постилась 3 дня. Спокойно, ребята, мы не постимся 3 дня. Если кто-то помнит, помнит, что там происходило, то перейдем в свитки Эстер, скоро будем все вместе читать, то Эстер перед тем, как прийти на незваный прием как Ашверошу, постилась 3 дня и попросил весь еврейский народ поститься 3 дня. Тогда это было 100% не 13-го Адара, это было гораздо раньше. И вопрос, почему мы постимся 13-го Адара. Так вот, пост Эстер, он называется только пост Эстер в честь того героизма Эстера и того поста, который установила Эстер, но постимся мы 13-го Адара не потому, что постилась Эстер, а потому, что наши праотцы там тогда перед войной, перед Пуримом, когда мы побеждаем над всеми темными силами, наши праотцы постились. Поэтому, как говорит Кицушен Ханов, этот пост установлен, потому что, скорее всего, 13-го Адара, перед тем, как мы пошли, так сказать, на военные действия, еврейский народ постился. И поэтому, впоследствии, еврейский народ принимает на себя обязательство поститься в этот день как общественный пост. То есть, этот пост установлен именно в заслугу того поста, который, обратите внимание, скорее всего, постился еврейский народ перед событиями Пурима, перед тем, когда нужно было отстаивать свою душу, свою жизнь. И называется это для того, чтобы помнить, что Всевышний слышит благословенной памяти, слышит молитву любого человека в момент страдания. Вот почему у нас так распространено молиться, когда нам ништгид, потому что когда молишься 100% от разбитого сердца, как Эстер, которая, на самом деле, если вы помните, при всем ее величии, пыталась отделаться от этого и говорить, что я вообще кто я такая и никто и ничто, нам подчеркивается, что даже и пост называется ее именем не потому, что она никто и ничто, а потому что даже, когда она не уверена в себе, пост помогает в том, чтобы преодолеть все проблемы с помощью Всевышнего. И Всевышний во время страдания, во время поста, отвечает на молитвы любого человека, поэтому наши молитвы такие обширны, в пост, мы в посты говорим слегка, добавляем обину, молкейну, короче, много всего интересного. Это происходит, когда мы постимся, думаем о великом, хотя бы несколько раз в году это нужно делать, когда мы постимся и возвращаемся ко Всевышнему в своем сердце. К моши асала абутену беем мимаэм и с нами будет говорить, добавляет Крицу Шуханару в XIX веке будет такое же избавление, которое он сделал с нашими праотцами в те дни. То есть, как мы знаем, еврейская история движется не по прямой, а по спирали, и особенно это показательные такие праздники, как Ханука и Пурим, когда мы именно благословим на те чудеса, которые Всевышний сделал в те дни, в то время, в наши дни, подчеркивая, что они имеют непосредственное отношение и к нам. А события Пурима, как известно, вы можете это просто прогуглать, это вереница события, которые повторялись из поколения в поколение, из эпохи в эпоху, в эпоху в одно и то же время, но все наверняка знают эту веселую историю о том, как Сталин умер в Пурим, когда хотел евреев отправить в Биробиджан. Но не будем заниматься кичем, а мы занимаемся Аллахой. Но в любом случае, этот пост не обязательный. Что значит не обязательный? Значит, что сейчас срочно нужно с утра отпуск в свой пост Эстер, который будет в следующую среду наворачивать чизкейк прямо с утра. Нет, именно потому, что мы это постимся, потому что, по-видимому, наши прадцы постились, поэтому у него есть меньшая строгость, чем у остальных постов, таких как 17-я Томуза, 9-я Ава, 10-я ТВ, 3-я Тишрея, ну и тем более Йом Кипу. Что это значит на практике? Как мо арбата аниот шик ту бимба микра, чем 4 других поста, которые упоминаются в Танахе, и поэтому можно облегчать. Пост Эстер не упоминает, несмотря на то, что события Пурия упоминаются в Танахе, в свитке Эстер, но сам, как таковой пост в свитке Эстер не упоминается, поэтому точно так же, как пост, поэтому это не точно так же, пост Гидали, пост Юдзайн, Бетамуз, пост 9-го ТВ, и, конечно же, пост 9-го Ава, да, упоминаются, как посты, ну и, конечно же, Йом Кипур упоминаются, как посты в Танахе, но в данном случае этот пост не упоминается, как пост, да, я еще раз напомню, упоминается, что Эстер постилась 3 дня, еврейский народ постился, но это никак не связано с 13-м Адара, 13-й Адара, это мы постимся, потому что по-видимому, перед тем, как нужно было вставать на свою защиту, наши правоцы, конечно же, постились, поэтому, из-за того, что он не упоминается напрямую, как пост в Танахе, поэтому с ним немножко облегчают, поэтому облегчают тогда, когда есть необходимость, что это значит, кто может облегчать этот пост, ки-гон му-барот, му-м-м-ни-хот, а пилу-ху-лек-цат-м-ки-м-е-й-на-м, как, например, человек, который, не человек, да, женщина, беременная женщина, кормящая мать, и человек, у которого даже немножко болят глаза, почему-то здесь говорится именно о глазах, то даже если немножко болят глаза, можно поститься, болят глаза, это не значит, что яркое солнце, которое нам вряд ли светит на праздник Пурим, и поэтому нам светят глаза, тогда можно не поститься, нет, имеется в виду, что есть какая-то хворь, какое-то заболевание, но не опасное для жизни, беременная женщина считается заболеванием опасное для жизни, хотя, конечно же, добрый час, это не заболевание, что если то, если человек не находится в хорошей физической форме, и от того, что он постится, ему реально не жгит от этого, нехорошо, то он не постится, и здесь добавляет, что также женщина, которая родила в протяжении 30 дней с момента родов, не обязана поститься постэстер, это идет речь только о постэстере, я подчеркиваю, и жених, который находится в течение недели после свадьбы, тоже не должен поститься, почему? Потому что это праздничное время, и поститься ему не камильфо, как говорится, а он должен радоваться, шеваброход, неделя после свадьбы, это неделя шеваброход, соответственно, правда, тут немножко странно звучит, что этот человек, который хоть немножко плохо себя чувствует, уже может не поститься, жених тоже попадает в эту категорию в первую неделю после своей свадьбы, но не нужно ничего придумывать, надеюсь, что любому жениху будет хорошо. БАИПРУ, это Таанит Ахарках, а потом вернуть долг за пост позже. Что имеется в виду? Не имеется в виду долг платежом к краю, не имеется в виду заплатить за пост, а имеется в виду, что если вы под тем или иным причинам вдруг вы женились или рожали, или кормили детей в этот момент, или глазки у вас болели, или что-нибудь еще болело, и вы не постились, это значит, что вам нужно отпоститься какой-то другой день. Причем, я очень рекомендую с этим не затягивать, потому что дни становятся длиннее, а как мы знаем, пост он дневной, сейчас мы об этом поговорим чуть позже, поскольку и когда начинается, ну сейчас, по окончанию этого параграфа поговорим, поскольку и когда начинается пост, пост он дневной, соответственно, если вы поститесь позже, в течение года, то как вы наверняка знакомы с этим, дневные дни становятся длиннее и длиннее до 22 июля. Поэтому, если по тем или иным причинам состояние здоровья вы рожали, кормили детей, просто были беременными, или глазки болели, хоть что-нибудь болело, или вы только-только, это все мы говорим в основном о женщинах, или мужчина, как тоже болеет, а как мы знаем, что только мужчина, которого пережил температуру 37,2, может представить, что себя чувствует женщина перед родом, во время родов, то человек, который чуть-чуть плохо себя чувствует, может не поститься в этот пост. Также жених, который только женился в течение первой недели, но потом нужно, так сказать, вернуть этот пост на место и отпоститься какой-то другой день. Чем дальше вы затягиваете, тем сложнее будет поститься, потому что дни удлиняются. Абаль шара бри им, но и фрешу этот с мамми на цибор. Но если вы здоров как бык и просто у вас там болит голова или что-то и вы хотите отвильнуть от поста, ничего подобного. Вся остальная община, говорит Китсушханару, которые объективно, люди, которые объективно здоровы, не отделяются от коллектива, потому что результаты ясно, что будет. И да, должны поститься. Баатвилу. Мишу олейк бадерек, макашай лап лейтанод, мекон цейк лейтанод. И даже тот человек, который в пути, а имеется в виду не путь, сегодня, когда вы едете на своей машине или включили автопилот в Тесле, то вам тяжело в дороге. Нет. Имеется в виду путь, когда там на перекладных куда-то вы там ехали на почтовых лошадях, и, конечно, в пути поститься тяжело. Так вот, это еще не повод, чтобы не поститься. В пути тоже нужно поститься. Теперь, когда мы постимся? Давайте поговорим немножко о практике. в конце. Мы в этом году пост выпадает в среду, в четверг, сори, пост выпадает в четверг, так как будем у нас в пятницу. Я, конечно же, в нашей группе ватсапа поставлю, когда начинается пост и так далее, но я хочу вам порекомендовать. Это элементарно определиться, когда начинается, когда кончается пост, даже если у вас нету подробного еврейского календаря. Вы заходите, у нас второй, второй урок по Китсуржу Ханаруху, который был в этой серии, а сейчас у нас, по-моему, 58-й, посвящен распорядку еврейскому временным рамкам дня, когда, что там, какие звезды встают, какие выходят и так далее. Так вот, самый простой вариант. Зайдите просто на Хаббат-да-торг, там есть календарь, и там на дату того дня, когда пост, вы можете найти, когда пост начинается, когда заканчивается. Я даже больше скажу, сейчас мы с вами это посмотрим, покажу вам прямо вот на экране, как это найти. Извините, те, которые у нас на Инстаграме, у вас невозможно будет это увидеть, но сейчас я специально зашел на хаббат-дот-орг, сделаю shared screen, чтобы вам всем было видно. Те, кто на Инстаграме, на Фейсбуке, поверьте мне на слово, заходите в Jewish Practice, календарь, нажимаете календарь, находите день поста, а день поста у вас вот написано прямо в Fast of Esther, 13-е Адара, 25-е февраля в этом году, нажимаете на этот день, и сбоку у вас будут все в этом календаре на этот день, вот видите, вот здесь, вот я ввожу мышкой, те, кто видят на экране, все временные рамки, для того, чтобы, дай бог, не запутаться. Вы можете, тут прямо у вас написано Fast begins, соответственно, пост в четверг, 25-го февраля, 13-го Адара, начиная на ЭЦах, в 5.09 утра, это по Нью-Йорку, и заканчивается, у вас точно так же написано, когда Fast ends, вот видите, 6-10 вечера, это вы уже получите отдельное расписание, пуримы, которое в ближайшие дни будет готово, ввиду всех наших изменений с задержкой, в этот момент пост заканчивается, и с этого момента нужно слушать свиток Эстер, напомню, что человек, который постится, не может кушать, пока не закончится чтение свитка Эстер, поэтому все нужно делать вовремя. Это рамки поста. Опять же, я знаю, что многие слушают не обязательно из Нью-Йорка, точно так же, у вас есть вот здесь вот Change, и вводите свой Zipcode, у меня почему-то введен Flashing New York, другой Zipcode, но это то же самое, что те же временные рамки, что и Brooklyn, и находите время, у вас конкретно написано Fast, пост начинается, пост заканчивается. Соответственно, для тех, кто живет в Нью-Йорке, пост Эстер начинается в четверг 5.09 утра и заканчивается в 6.10 вечера, но только после этого времени можно читать свиток Эстер, поэтому он немножко продлевается. Теперь, если вы, так как это поздневной, хотите, напомню, очень важный момент, я выключу Share Screen, уже всем понятно, то, что вам нужно сделать перед тем, как вы ложитесь спать, и вы хотите встать рано утром, чтобы поесть до начала поста, это абсолютно легитимно, я всегда это делаю, потому что мне очень тяжело не почистить зубы перед целым день, а то поститься, мы не чистим зубы тоже. И еще раз, пожалуйста, мне до сих пор спрашивают вопрос, это сухой пост или это мокрый пост? У евреев нету ни мокрых, ни сухих постов. Еврейский пост это не есть и не пить. Соответственно, мы не чистим зубы, поэтому я всегда стою до начала поста, чтобы там попить, почистить зубы. Вам нужно, перед тем, как вы ложитесь спать в среду вечером, кому-то сказать или просто произнести вслух, что вы не принимаете на себя пост, ставьте себе будильник там на пол пятого, вставайте, принимайте душ, чистите зубы, пейте кофе, кушайте бутерброды, и в 5.09 вы начинаете пост, вы можете идти обратно спать, если хотите, без проблем, но таким образом вы поедите перед началом поста. Это то, что касается самого поста. Ну, а мы на этом сегодня остановимся, дальше мы будем уже говорить о том, когда они выпадают, когда мы уже читаем игилу, как одеваться, раздеваться и так далее. Это все на следующем уроке. С Божьей помощью завтра следите за рекламой. Всем огромное спасибо, кто был с нами на Инстаграме. Всем пока, хорошего дня и веселого месяца, Адар. Если у вас есть вопросы, то присылайте их потом, комментарии к этому видео, потому что они пропадают после окончания эфира. Все те же пожелания всем, кто был на Фейсбуке, если есть вопросы, оставляйте комментарии к этому видео, а те, кто у нас на нашем колхозном зубе, могут... и так далее. И это все. Продолжение следует...